Здравствуйте, уважаемые друзья! Не один раз я уже рассказывал о том, что на базе лососевых мушек вот таких, или же вот как сейчас изготовлен уже совсем другой стример можно изготовить стримера, которые с успехом ловят хищника. Давайте с вами изготовим простой стример с использованием техники и материалов при вязании лососевой мушки. Я беру обыкновенный крючок, который используется также для вязания лососевых мушек, но особенно заключается в том, что я специально выбрал, чтобы было как можно больше удлиненное цевьё. Давайте приступим. Так же, как и во всех лососевых мушках, мы с вами будем изготавливать почти все элементы, которые присутствуют при изготовлении лососевых мушек. Для того, чтобы у загиба изготовить мне блестящий хвостик, я взял обыкновенный люрекс, который продается практически в любом магазине, даже не специализированный. Для того, чтобы тело было ровным, я его укладываю сверху. Можно снизу, можно сверху, как вам будет удобно. Дошли. Как раз вот, вы видите, по уровню жала уберем ниточку вот такими большими витками и произведем здесь намотку. Сперва выполняем её в сторону загиба и потом возвращаемся к месту крепления нашего люрекса. И так же останавливаемся на уровне жала. Нитку вернули обратно и здесь же её крепим. Почти та же самая техника, которая используется при вязании лососевых мушек. Убрали остатки. В качестве хвостика можно использовать остатки перьев, но желательно, чтобы они были жёсткие. Я нашёл вот такой кусочек из фазана охотничьего. И теперь мы этот хвостик с использованием также остатков этого пера попробуем с вами здесь закрепить. Я подхватываю, примеряю длину хвостика. Если он несколько у нас больше, чем положено, я его тогда подтягиваю, подравниваю, переворачиваю так, чтобы он у нас стоял так же красиво, как на лососевых наших мушках. В одной точке буквально вот так прихватили для того, чтобы много не проматываем, для того, чтобы наше перо не ушло ни влево, ни вправо. И в этой точке я креплю блестящий обыкновенный серебристый люрекс. Вот такой, как мы мотали золотой. Для того, чтобы было более качественно, я переверну крючок и закреплю его снизу, потому что будем обматывать мы пленкой, вернее, ниткой, которая должна сформировать наше тело. Вот мы с вами закрепили его снизу. Перевернем наш крючок на место, пока ничего не предпринимаем. я подготовил нитку красного цвета, которую также вытащил из обыкновенной тесьмы, которая продается в галантерейных магазинах. Вот такая. Взял две пряди и креплю ее уже не имеет значения, так как она у нас достаточно тоненькая. И теперь аккуратно, для того, чтобы не нарушить форму нашего тела, мы начинаем прихватывать весь материал, двигаясь колечко. Нитка желательно, чтобы была белая, так как у нас при намокании может проявиться наш материал, подровняем аккуратно еще наше тело, так, чтобы придать ему хорошую ровненькую форму. Уберем практически все ступенечки. И оставляем здесь же у середины нашего крючка. Подравниваем вот так нашу ниточку, так же, как если у вас имеется материал такой, как юнифлосс, который используется для вязания, можете использовать, но как вы видите, не с худшим вариантом можно использовать то, что у нас есть под руками. и аккуратно подравнивая нить все пряди, чтобы не было бугорочков, мы с вами проходим немножко больше середины нашего цевья. можно использовать здесь для намотки и другие цвета, но я в принципе-то решил использовать такую цветовую гамму. Хорошо так же работает зеленая, оранжевая, но желательно выбирать очень яркие и хорошие цвета, чтобы были. Дошли вот мы как раз ровно нашу серединку и здесь теперь мы с вами возвращаем нашу нить и крепим. Закрепили остатки и отрезали. Для формирования второй части я буду использовать перо павлина. использовать даббинг, можно использовать нить другую черного цвета, как допустим вам будут подсказывать ваши материалы. Для того, чтобы закрепить, просто приложили вот так сверху, этим мы не нарушим форму нашего тела и аккуратненько прихватим наш материал. Не доходим приблизительно пару миллиметров до колечка, сделаем узелочек на всякий случай накидной и аккуратно так же перо должно быть хорошее, достаточно пышное, чтобы грудка наша смотрелась симпатичной. И начинаем формировать грудку. закрепим теперь здесь перо. и остатки отрежем. Для того, чтобы мне более аккуратно получилось место, где мы будем изготавливать наши крылышки и головку, я поменяю нить на более тонкую. нам уже такая нить не нужна будет. берем и берем наш люрекс, который мы закрепили белый и равными вот так оборотами, чтобы как в лососевой мушке вышло их пять, третий у нас на переходе, закрепим наш наш люрекс. Остатки отрезали. крылья формирования нашего крыла я подобрал уже из гривки золотого фазана парочку перьев, вот, чтобы у меня полосочки совпадали, величина и длина подходила до середины моего хвостика или же до окончания загиба. Теперь нам остается только лишь одно закрепить перо так, чтобы оно у нас находилось строго вертикально. Я для того, чтобы мне было легче, я вставляю вот так эти наши перья в отверстие нашего колечка и притяжной петлей начинаю подхватывать наше колечко посмотрели. Почти меня устраивает. Наше колечко, как вы видите, является как бы центрирующим элементом для того, чтобы мы закрепили свою конструкцию. И теперь окончательно все это подхватим, остатки отрежем. Остатки пера мы отрезали, закрепили окончательно наше перышко. И теперь в качестве украшения я хочу использовать вот такой кристалл флэш элемент. Берем с вами совсем немножечко по парочке волокон и укладываем слева и справа от крыла. Вот так. закрепили переломили и перевели на другую сторону. Подровняли, остатки отрезали. Этого будет вполне достаточно. Мушка и так достаточно яркая, плюс еще этот элемент. теперь у меня оставалось вот такое вот желтое перо, из которой я выполню опушечку. можно использовать любой цвет, какой вы себе захотите, но желательно, чтобы они были более контрастные. Это шартрез. Красного у нас уже достаточно, поэтому нежелательно его сейчас брать. оранжевая, желтая, как у меня, или же чисто зеленая. Прихватили наше перо и буквально парочка оборотов этого нам будет достаточно. Съедим за тем, чтобы наши бородочки аккуратненько ложились. Закрепим окончательно наше перо, остатки отрежем. и теперь у меня так же вот как мы обматывали тело, осталась эта же красная моя нить, из которой мы изготавливали тело у хвостика. Я ее закреплю здесь и мы изготовим из нее нашу головку. сделали узелочек, чтобы нам не мешала наша катушечка. Опять также подровняем все волокна и аккуратненько прямо впритык к нашему перышку начинаем формировать нашу красную головку. можно использовать и белым намотать, покрасить как вы захотите. Ну, мне захотелось так. Вот как раз достаточно нам материала. здесь сделаем пару закрепляющих витоков и все отрежем. скроем лаком и посмотрим, что у нас вышло. я добавил немножечко лака, совсем парочку капель, чтобы оно пропиталось, но вам будут еще так же, как и мне, наносить не один раз для того, чтобы наша головка была симпатичная. Как вы видите, друзья, из обыкновенных остатков перьев, которые у нас есть, на базе обыкновенной лососевой мушки можно изготовить вот такой стример, который с успехом ловит хищную рыбу. Не пропускает щука, окунь, в меньших габаритах, даже платва с красноперкой пытается скушать. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч! До встречи!